Всем привет, всем здравствуйте! Свой сегодняшний влог в очаровательной прическе, которая называется Wi-Fi. Девчата, спасибо вам огромное! Сто лет нашу эту прическу, особенно когда шапочный сезон начинается и волосы непослушные. А не знала, как она зовется. Кто зрительница мне написал? Благодарю! Каждый раз веселю себя одним только названием. Так вот, сегодняшний влог в очаровательной прическе, с очаровательной прической, неважно, я встречаю вас. Я начинаю не одна, а с двумя красавцами, которые добрались до меня аж с города Тулы. Полина, огромное-преогромное спасибо за подарок. У меня теперь есть символ года и есть помощница, овечка. Товарищи, как назовем? Нужно назвать как-то так интересненько, по-кельмяшкински, и дракошу, и овечку. Вы представляете, сколько сейчас мы навяжем? А? Трудится постоянно. Вот такие очаровательные игрушки вяжет Полин. Полин, огромное-огромное вам спасибо. Неожиданно и приятно. Мы приглашаем вас прогуляться по Саранску. Как всегда, вложу будет состоять из множества кусочков. И в это время мы что-нибудь свяжем и покажем вам в следующих влогах. Ждем комментарии. Как мы назовемся? Вот такие вот... Тоже спицы просят. Тоже просят спицы. Говорят, Танюх, я вязать умею. Найдем. Поделимся. Так что, вот такая красота. Под Новый год. А Деда Мороза и Снегурочки у меня появилась. У нас опять снега навалило. Очень трудно машинам. Человеку-то трудно. По нечищенным дорогам шел я лесом. Ой, девчата, куда мы с вами приперлись? На главпочтамтань. Я вам его уже несколько раз показывала. Но покажу еще раз. У нас здание новое, к чемпионату перестроенное. В общем... Ой, вот она. И это я вам показывала. Отель Меркурий. Пол пустой, наверное. Пеликат. Милиционер. У нас светофор сломан. Он Пеликат. Крамушакова. Рио мы с вами были. Какое-то здание бизнес-центра. Там мой любимый ресторан был когда-то. Самовар сейчас нелюбимый. В общем, вот так вот. А это когда-то. В какие годы-то не было светофоров. Вот его чинец сломался. Регулировщик, регулировщик. В какие годы-то девчонки, не знаю. Папчикам сказал мы сразу. Мой добрый зритель. Если я скажу, что никогда не была во вкусвилле, вы мне поверите? Число. Вон, а на чё, Михалыч? Всё когда-то бывает в первый раз. Стоило идти во вкусвилл, чтобы купить банан в шоколаде и инжир в шоколаде. Просто я стою вот на пороге. Да что ж, тебе пик, что не по делу. Вот здание, где было медицинское училище. Вот тут вот было медицинское училище, которое я закончила. Через дорогу мы бегали. Здесь был магазин «Колобок». А сейчас «Сбербанк». Я чё, ничего не напутала. Вот. И идём мы по направлению к остановке Дом Союзов. В общем, я зашла в здание подышать воздухом, которым дышала. Таня, от твоего медицинского училища не осталось ничего. Ну да, конечно. Так, крыльцо здесь было? Здесь было. Сюда я бегала, медицинский, сюда. И не важно, что сейчас здесь. Так что первые укольчики мы тут друг другу делали. Нам. Скажут принести денег. А нет, нет. Я не помню. Да, 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 да. Шприцы нам покупали. Тогда одноразовых-то я уж не помню. В общем, по-моему, шприцы нам приносили. А на что же мы сбрасывались? Шторы. Ну, я вот не помню. Ампулу, по-моему, мы сами покупали. Или как раз нам ампулы приносили. Алоэ болючий укол. Витамины В там. Один, В-6, В-12. И вот мы друг другу чик-пык. Школа с углубленным изучением иностранных языков. А мы сейчас пройдем-пройдем, потом через дорогу перейдем и будем ждать автобус, чтобы домой поехать. А вот здесь, по-моему, была шахматная школа, насколько я помню. Привет, лисички. Поздоровайтесь с моими зрителями. Много пушнинов в свое время было в Мордовии. Ой, Новый год настает. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Таня, не пойте, тебе же пишут. Ну да, пишут. Мне много еще пишут. Не знают, что я не слушница высшей гильдии. Парикмахер. Вот тут, кстати, тоже есть, как уж их, маска для волос. 10.65 оттеночная. Зайди, Танюш, купи. Да ладно? На-на-на. Так, мы сейчас через дорогу перейдем. На ту остановку пойдем. А ты вообще, Танюш, что в город-то приперлась? Ой, в центр, в центр. Я же справляюсь. А вот что? За посылочка ее. Ой, как красиво университет подсвечивает. В темноте, в сумерках спускающегося вечера не передает мой телефон. Вы думаете, я перешла дорогу? Нет. Вот этот магазин ткани, старый-старый, на проспекте. Вот. Я решила еще одну остановочку пройти пешочком. Просто так. Направо сейчас будет одна лавочка, и там мордовские товары. Если я шлепнусь, то шлепнусь. Но я не шлепнусь. ВТВ-банк, однако. Ой, а тут цветы цветут. Где-то елочки, а где-то цветочки. А, ну правильно, все по теме. Здесь и елочки, и цветочки. Так. Как бы за шпион не приняли. Вот в этом магазине я когда-то вещички покупала. Здесь дорого, но красиво. Когда была тонкая и звонкая дизайнерская одежда. Ой, а сейчас, ну что у меня вот эта юбочка? Одну ногу только есть прикрыть. Штанину шортиков правая. Так, зато мы пришли в искусство. Вот сюда я шла. Шла-шла, и вот сюда и пришла. Кругом мои подружки. Красавица же, да? Вот это прелесть, конечно. Оно же не было на 34-й пире. Так, перейдем. Не знаю. Просто раздолье для любителей к желе. Елочку украшенную мордовочками я еще ни разу не видела. Субтитры делал DimaTorzok Здесь? Порезки. Девчата, да чего я лягушек не люблю. Смотрите, какая прелесть. Думала, копилка. Но, увы, энд просто жаба. Жить на каком-нибудь заброшенном кордоне, да? И вот такой вот на полочках. На кухонке иметь. Это все из дуба? Ну, кроме корзинок, да, все из дуба. И наши мордовские мастера делают? Да, это у нас мордовие делают. Свечи тоже очень хорошие. Они очень ароматные и качественные. Воск там идет. Даже когда прожигается, то есть обычно в дешевых свечах там всегда дырка образуется и все. Сгорают фитили. А эти нет, они плавно прям тают. А где у нас свечи? Вот здесь на полочках крышечки. Здесь идет деревянный фитиль. Он так потрескивает даже уютно во время горения. Кленовый сироп написано, если не ее бамбуковый. Ну, там есть разные ароматы. Покрашения из бисера. И обереги. Обереги разные, да, для разных нужд. Ткань специально разработана для Мордовии. Да. А кем? У нас тоже в Мордовии. По-моему, в Ковылкино, что ли. Где-то в каком-то районе. Они там прям разрабатывают и делают их, изготавливают. Лену вижу, да, немножечко? Это хлопок, да. А, хлопок полностью. Спасибо. Ой, девочки, до платочков добралась. Это багетит принесли, видимо. Наши мордовские мастерицы. Ах, какие ножки. А глазки-то какие. Одни краски чего стоят, да? Сразу представляется будуар. Чем дальше, тем интереснее, девчата. И главное, снимать можно. Снимать разрешили, что редкость. Спасибо, кстати, огромное, что снимать разрешили. Из-за шпиона не приняли. Даже непривычно. Смотреть, как просто и лаконично. Кусочек морюшка. Могут ведь люди, а. Когда на город спускается вечер, начинается сказка. Начинается сказка. Итак, добрались до дома. Давайте посмотрим, что в посылочке. Хотя бы по задумке моего видео, в начале как бы я открываю влог игрушками. Ну, в любом случае, перво-наперво, это, конечно, добрые слова. Добрые слова, открыточка. Девчата, честное слово. Вот ваши добрые слова, ваши комментарии, где вы пишете, что видео помогло, что видео было полезным. Другого, ну, просто и желать не стоит. Желать грешно. Поэтому просто за добрые слова вам огромное-огромное спасибо. Благодарю от всей души. Конечно, когда мы говорим про Тулу, да, у нас ассоциация с тульским пряником. Дракошенька, можно я возьму? Покажу зрителю. Спасибо тебе. Вот такая красота. С огромным удовольствием отведаю. Ну, тульский пряник, одно название, чего стоит. Правда ведь? И связанные руками Полины Дракошечка. Посмотрите, какие умные глазки. Символ года. А рученьки-то. Я вообще не знаю, как это вообще можно все связать. Вот такие мелкие детали, да и лапоньки, ноженьки, пяточки. О, я им могу. Это, конечно, для меня недосягаемо. И помощница моя. Моя помощница. Они немножечко устали, такой долгий путь проделали. Мы отдохнем. Вяжет, моя красавица, какой красивый-красивый шарфик. Так что вот такая прелесть у меня есть и вот такая прелесть у меня есть. Символ года и помощница. Огромное-огромное спасибо, Полина. Просто вот огромнейшее спасибо. Лично в руки все дошло. Одним словом, Новый год у меня встреча Нового года начинается. Такой прекрасный, очаровательный ящичек, конечно же, я буду использовать. Ой, как в старых наших открытках автора Зарубин, мне кажется. оттуда все это. Сто процентов оттуда. Такие вот. И почте спасибо. Вот такие. Ой, какой длинный путь. Подарки проделывают. Огромное-огромное спасибо. С прелестью. Горшочки очагарики. Мой добрый зритель. Смотри, какая красота. Как в сказке, да? За мной дома городские, обычные, все, но об этом не будем. Здесь машина стоит, но не будем говорить. Вот сюда мы с вами ходим на полюшку гулять. Телефон, пожалуйте, картинку нам поярче. И вот смотрите, веду телефон сюда. Кромешный мрак. Ой, какая красота, девочки. Какая красота. Веду телефон. Сейчас мы встанем на исходную позишн намбру. Веду сюда. Вы чувствуете разницу? Я надо фотографии сделать. Какая красота. Здесь тоже машина, мы никому не расскажем. Вот так берем. Это наш секретик, девочки. Так вы смотрите. Сейчас на поле не ходим, потому что я даже не знаю, где овраг. Я провалюсь и там останусь. Вот оттуда идет свечение теплиц. Розы, огурцы выращиваются. Я не знаю, сколько надо проехать на машине вдоль дороги. И эти теплицы будут видны. И вот от них идет свет. Желтым он кажется на телефоне, но на самом деле он даже какой-то розовый. Нет, уходит в желтизну и все. У меня техника на грани фантастики. А вот тут уже теплицы не досвечивают. Вам сейчас темно. Вот сюда теплицы не досвечивают. Если туда идти, кстати, там в парк на Тане Бибиной, где мы с вами были. вылетели. Чувствуйте разницу опс и опс. Вот так. А полюшка наша посередине. Красоты неимоверные. Как будто прям в деревню на автобусе приехали маленечко пройдите. И там бабушка с дедушек встречают. Вот. У меня все. Спасибо за внимание. Вы знаете, что я делаю? Ковыряю смородинку. заранее не вытащила меня вроде в маленьких баночках они находятся но тем не менее они ну заморозки не ягодные тем не менее надо какое-то время подождать в общем-то маленько на ковыряло уже хорошо все почему потому что готовы оладушки ох уж этот дымок я не могу поймать вот такие красотульки кто со сметанкой кто с чем заварганил я их на скорую руку вот на такой ряженки я люблю привкус вот именно отопленного молочка на глазок абсолютно муки яйцо соду сольки хватит с детства обожаю смотреть как играют пузырьки тесто дышит нам бабушка всегда говорила поэтому любимейшие занятия как они появляются как они пропадают на огонь на воду и на пузырьки можно бесконечно смотреть привет нам передают да давай ты об спасибо это ли не волшебство и 1 и 2 молодца подходит таинственный момент когда нужно переворачивать что мы сейчас с вами сделаем часть оладушков я жарю без масла а часть с маслом чтобы был пресловутый хрустящий бортик ну это не про это без масла вот поэтому в кипящие маслица парочку троечку последних сковородочек тоже надо сделать ну в общем то чтобы всем угодить приятного аппетита сюда конечно просится веточка мяты зелененькая у меня ее нет ну и ладно ну что нам осталось лишь поблагодарить всех-всех за просмотр и сказать наше традиционное до новых встреч наш добрый зритель а они обязательно будут